Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду. Сейчас ведутся ремонтные работы, на тепловых сетях первого микрорайона устраняются дефекты. Горячая вода отключена в трёх домах. Десногорске две недели назад было совершено убийство. Неизвестный нанёс телесные повреждения мужчине, от которых тот скончался. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Гришин доложил, что преступник задержан. Им оказался 24-летний житель Брянска, который приехал в Десногорск в командировку. Также Юрий Алексеевич рассказал об активизации интернет-мошенников. «Очень много мошенников. Сайты расширяются, люди прогрессируют. Мы как бы сбили эту динамику по интернет-мошенничеству. Мы со станцией работали, в средствах массовой информации. Но на сегодняшний день опять поступают. Все знаете, что правительством принято решение. Все эти интернет-мошенничества – это уже третья часть, 159-я, то есть тяжкое преступление. И срока там совершенно другие. Поэтому оберегите своих сотрудников, расскажите им, чтобы не заказывали, а пользовались сайтами, которые проверили». Председатель комитета имущественных и земельных отношений Ольга Романова доложила о прошедшем заседании межведомственной комиссии. На нём были рассмотрены вопросы предоставления жилья нуждающимся гражданам. 13 семей будут обеспечены жилыми помещениями, заключены договора социального найма. Уже в пятницу им выдадут ключи. О мероприятиях, которые пройдут 8 сентября в День города, нам рассказала руководитель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королёва. «Начнётся всё в 10 утра с праздничного шествия трудовых коллективов. Далее мероприятие продолжится на летней городской эстраде с 12.00 до 22.00. Также в 13.00 жители и гостей города мы приглашаем на открытие суперфинала «Оранжевый атом 3х3». И в 14.00 доска почёта. Закончится всё в 22.00 праздничным салютом». Глава города Андрей Шубин напомнил о предстоящих выборах в Смоленскую областную думу. «9 числа у нас пройдут выборы в областную думу, поэтому прошу выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать на избирательные участки». Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями на территории Десногорска остаётся низкой.